Всем привет! Я Денис и на этом канале я буду рассказывать только то, что интересно вам. В Чикаго за последние несколько дней выпало просто ненормальное количество снега. Такого, наверное, уже не было несколько лет. И вот пока еду сейчас за рулем, буду где-то, наверное, с полчаса еще ехать, наблюдаю, да, как едут траки. Траки, машины, вот вообще движение по заснеженной дороге. И я вспоминаю вот эти моменты, когда я просматриваю видеозаписи с видеорегистратора, да, как наши водители нашей компании, когда они там что-то там неправильно делают при таких погодных условиях. И вот просто я сейчас еду и практически на каждом траке замечаю, что что-то не то. Вот элементарно, обгонял только что три трака, дороги не видно, она в снегу, они едут, дистанцию практически не держат. Все разные компании, но они идут по одной линии, расстояние между ними меньше там чем 30 метров. То есть о чем думают два трака, которые сзади, я не знаю. Что впереди них, они не видят из-за трака впереди. Что если там авария и этот трак начнет оттормаживаться, то эти, которые сзади, они просто не успеют это сделать и произойдет авария. А следующее замечание, вот опять же, ночью прошел снег. Каждый трак, который вот сегодня выехал, я уверен, никто PTI не сделал, потому что номера задние, стопы, они полностью все в снегу. И даже если этот трак впереди меня или впереди кого-то начнет оттормаживаться, то человек, который едет сзади, просто этого не увидит, потому что все габариты залеплены снегом. А другой момент, то что, опять же, дороги практически не видно. Я еду на легковой машине, SUV, полный привод, но я не чувствую себя так комфортно. Я еду себе в правой линии. Меня обгоняют на 10-15 миль быстрее, меня больше едут по левой линии. Не знаю, куда вы, ребята, спешите, но такие погодные условия лучше медленно, но уверенно. Тем более, конкретно, если мы берем Чикаго, да, выпал снег, дороги не почищены, но здесь в течение часа-двух до обеда здесь все дороги будут не сухие, но уже не будет столько снега. Поэтому то, что вы сейчас проехали на 10-15 миль быстрее, вы куда-то там опаздываете, поверьте, это может только привести к каким-то плачевным последствиям. Опять же, это я сужу из того, что происходит вот за последние несколько дней. Вот большая авария была в Техасе, я думаю, вы все ее видели на Гавалёде. Также большая авария была в Нью-Мексико. Неделю назад в Айове тоже был большой пайлап, где там больше, чем, я не знаю, больше, чем 50 машин. Все это от чего происходит? Потому что все едут, не соблюдают скоростной режим и думают, что вот я себя комфортно чувствую. А то, что другой человек где-то может сделать ошибку, они не думают. Я когда ехал, когда я ездил на траке, да и в принципе это даже на машине применяется. Даже если я чувствую себя комфортно, я всегда каждую машину, каждый трак, который где-то сбоку от меня едет, воспринимаю как потенциальную угрозу. Потому что он может или заснул, или в телефоне сидит, или вот не соблюдают вот эти правила, и из-за него может произойти какая-то авария, в которой я могу также стать соучастником. Поэтому вы когда едете по такой дороге, я уверен, это меня тоже научили еще, когда только-только сдавал на права, что ты должен смотреть на другие машины и уже потенциально понимать, какой водитель там сидит. Вот за вот эти несколько секунд, скажем, при обгоне, ты уже должен сделать такой краткий психологический портрет этого водителя. Ровно он едет, виляет, быстро, медленно, какая машина. Ну вот такие трюки тоже есть. Поэтому вот видите, еду за рулем сегодня буквально там 15 минут, но я уже практически на каждом траке увидел какое-то замечание, которое просто нельзя делать при таких погодных условиях при вождении в зимнее время.